Санкт-Петербург До такого маразма, что в библиотеках запрещают выдавать Ярослава Голованова, Такселя, Ламетри и различные сочинения Руссо по этому поводу. И вот студенты, которые уже наиболее интеллектуальные, наиболее самостоятельные и разумные, объединяются в какие-то атеистические кружки. И вот от них пришли вопросы. Надо сказать, что вопросы отличаются действительно некоторым знанием предмета и определенного рода остротой. Ну, вот первый вопрос таков, что это поповско-половой вопрос, что я рекомендовал бы, в общем, убрать от экранов детишек, а лучше еще и дам, а лучше еще и мужчин тоже, потому что такова тема. Но на вопрос надо отвечать. И вопрос звучит, поставлен он достаточно любопытно. Вот откуда, в частности, у Русской Православной Церкви такая патологическая страсть залезать в постель, залезать в различные срамные места, держаться как можно ближе к гениталиям, постоянно муссировать эти вопросы, акцентироваться на гомосексуализм, на лесбиянстве, на абортах и вообще вот на всем этом. Но надо понимать, что это не сегодня произошло. И этот интерес у Русской Православной Церкви зародился не сейчас, он не является нашим современником. Это глубокая, выношенная и, я бы сказал, существеннейшая традиция православия – постоянный контроль над сексуальной и половой сферой. Началось все это достаточно давно. Почему мы можем говорить об этом с уверенностью? Потому что есть то, что называется епитимийники. От слова «епитимия» – это монастырские чины, исповеди. Причем, естественно, составляли их люди, которые великолепно знали жизнь монастыря, великолепно знали фактуру, великолепно знали, что именно является предметом исповеди. И о чем надо спрашивать, что является наиболее типичным, наиболее острым и наиболее значимым в этой монастырской жизни и не только в монастырской жизни. И вот надо сказать, что все отечественные исследования по данному поводу, а это и замечательные исследования Левиной, секс и общество в православном мире, это и исследования Мороза, Евгения Мороза, секс и любовь в мире русского средневековья, я уж не говорю про первоисточники различные. Они показывают на то, что да, действительно, церковь всегда патологически интересовалась этой темой, и эта тема была одной из основных. Почему я говорю, что это не очень прилично слушать детям? Потому что самые традиционные вопросы, которые поп обращал к исповедующейся, например, монахине, звучали так. Не держало ли кого за срамное место? А вопросы Мирятом звучали так. Не тыкивал ли жене рукою, ногою или иным чем? В общем, языка своего жене не давал ли, за сосцы жену не хватало ли, ну и все остальное просто, мне, честно говоря, не покраснев, прочесть очень трудно. Причем, надо сказать, что в этих чинах исповеди церковь доходила до какого-то фантасмагоризма сексуального. Потому что, вот, казалось бы, что является самым страшным грехом с точки зрения православного попа, принимающего исповедь? Вот, как ни странно, что за мужеложество полагалось, да, 4 года сухо есть. То есть, паститься. За скотоложество 1 год. За блуд с монашенками 2 года. Но самым страшным грехом считалось, что всякая жена, выседающая на мужа, 6 лет допокается и поклонов 12 утром, и 12 вечером, и комкает. Ну, то, что называется паститься. То есть, по тяжести, вот, совершенно необъяснимо, наибольшим грехом считалась вот эта вот поза, когда женщина сверху. Эта поза почему-то приводила духовенство в неистовство и считалась наихудшим из грехов. То есть, как видим, очень жесткий, очень сильный интерес к этому. И традиция прослеживается, можно взять, там, не знаю, даже 18 века, и пятиминник, да, и согреших, в чем обязана была исповедоваться инок или монахиня, согреших со всякими блуды скотскими и содомскими, и кровосмешением, рукоблудием, и прочим любодеянием, и прелюбодеянием, и всяким блудодеянием естественным и чрезъестественными. И со женами, и девицами, и отрики, и со иноки, и со священной иноки, и даже до скотов и птиц. Это традиционные монастырские чинысповеди. Кстати говоря, вот, очень интересный момент о том, что полагалось исповедоваться и в фактах анонизма, например. Да, и причем в фактах анонизма, которые имели место во время службы церковные. «В церкви во время пения и чтения божественного и в трапезе рукою своею засрамной уд держал ли и истекание совершал ли». Это вот то, о чем я говорю, что прежде чем поцеловать папу руку, всегда задумайтесь, что он делал ей 10 минут тому назад. То есть, вот эта вот болезненная направленность на сексуальную сторону жизни, она сейчас реализуется. Сейчас церковь начинает демонстрировать все то, чем она богата. И вот это вот патологическое желание определять длину юбок, решать вопросы абортов. Это не сегодняшнего дня, но мы знаем прекрасно, что распущенность самого духовенства всегда превосходила даже так называемую мирскую распущенность. Причем это одинаково. Вот что Грекулов описывает нравы русских попов, что любые историки католической церкви описывают католиков или протестантов. Там можно взять даже, не знаю, какого-то невинного Жака де Кофеона, который просто как медицинские случаи описывает аббатов, приехавших в Париж. И этих аббатов, которые там сразу же наедались конфетами, в которых были заключены так называемые «шпанские мушки». «Шпанские мушки» – это нечто вроде очень сильно действующего афродизиака. Аббата охватил страшный припадок сатириаза, и всю ночь, ну понятно, да, кончил он тем, что через несколько дней умер от гангрены ствола. И вот этот стиль поведения для духовенства был совершенно одинаков, что там, что здесь. Ну и, соответственно, ханжество возрастало по мере распущенности. Так что не надо думать, что вот эти черты Русской Православной Церкви – это ее черты сегодняшние. Второй вопрос. Стоит ли вникать в богослужебные тексты и пытаться понять их смыслы? Вы знаете, я думаю, что не надо этого делать. Я думаю, что для тех, кто сделал свой выбор в пользу свободомыслия, в пользу разума, в пользу науки и попыток понимания этого мира, честного понимания, лучше не пытаться в это вникать, потому что никакой принципиальной разницы, как мы уже говорили, между этим верованием, этой религией и любой другой религии, включая культ Вуду, не существует. К тому же надо понимать, что что бы ни говорил поп, о чем бы он ни говорил, какие бы слова он ни произносил о грехе, о покаянии, о искуплении, о любви, о милосердии – все эти слова, с церковно-славянского непонятно, переводятся одним и тем же образом. Дай сто рублей или дай тысячу рублей. Надо понимать, что все эти слова, образы, вся эта фразеология – это товар, которым торгуют церковники, и который, в общем, действительно приносит им очень хорошее, очень хорошее барыши. Следующий вопрос касается, он возвращает нас к теме предыдущего урока, к теме мощей. В частности, он заключается в том, что во время вскрытия мощей Сергия Радонежского в 19-м году, в Троте Сергия в Лавре, были даже некие волнения, были даже некие попытки верующих воспрепятствовать этим вскрытием мощей. Ну, на самом деле, попыток таких не было, потому что большевики ввели курсантов на территорию монастыря, но в тот момент, когда на территорию монастыря въехала машина со светительными приборами, потому что предполагалось произведение киносъемки, Вот тогда верующие решили, что большевики завезли какие-то фантастические пушки, которыми будут сжигать мощи или самих верующих, и пытались блокировать подъезд этого автомобиля. Но почему мы говорим о мощах? Мы говорим, что, к сожалению, все, что мы можем понять в этом вопросе, это простое и очень отчетливое осознание того, что нельзя верить ни одному слову, просто ни одному слову церковных работников. И, кстати говоря, история с мощами Сергия Раднишского тому прекрасное доказательство, потому что ведь известно, что когда уже должно было произойти вскрытие этих мощей, то архимандрит Кранит и непосредственно, по-моему, иеромонах или игумен Иона, которые должны были это производить, Они запугивали и красноармейцев, и членов комиссии, и архимандрит Кранит, который был на тот момент наместником Лавры, бил себя в грудь и кричал, что он совсем недавно распаковывал мощи, и что ножки у Сергия Раднишского были как у живого. Но вы все прекрасно знаете, что когда мощи в реальности были открыты, там ничего, кроме некомплектного трухлявого скелета с какими-то непонятными, явно недавними выложениями, ничего не было. Это лишний раз доказательство. Как, кстати говоря, и во всех других случаях вскрытия мощей, когда ничего, кроме некомплектных, сгнивших, загадочного происхождения, чаще всего не имеющих отношения к той эпохе, о которой говорилось в житии, мы не видим. То есть, можно с уверенностью говорить, что, коль скоро мы наблюдаем такую доказанную, отчетливую ложь, в этом вопросе, то, скорее всего, эта ложь есть и во всех остальных затрагиваемых ими темах. Поэтому, возвращаясь к вскрытию мощей, да, конечно, там среди этих 63 мощевиков, рак, так называемых, это ларцы, сосуды, в которых хранятся мощи, да, там действительно были несколько тел, которые подверглись частичной иммунификации. Но это очень часто бывает. Я помню еще свою секундовскую молодость, и когда мы ездили, снимали криминальную хронику, то очень часто на чердаках, в подвалах можно было обнаружить пролежавшие несколько лет трупы бомжей, опившихся чем-нибудь, которые полностью иммунифицировались и тоже, в принципе, могли бы быть признаны. Если они умирали на трубах отопления или в достаточно сухом месте, или вместе с особыми климатическими показателями, тоже, по идее, могли бы быть выданы за мощи. Кстати говоря, когда большевики изъяли мощи и поместили их в одном из музеев, то там для сравнения лежали рядом мощи святых, и вот примерно такого же типа мумифицированные останки бродяг, каких-то асоциальных типов того времени, беспризорников, которые успели в теплых московских подвалах не сгнить, а мумифицироваться, и позже, когда все это передавалось в церкви, то там, естественно, все это было перемешано, и теперь, возможно, в какой-нибудь из так называемых священных рак находится тело какого-нибудь святого и праведного беспризорника.